Всем привет! Приехали в аэропорт Ларнаки. Иду встречать маму. Она должна уже выйти с минуты на минуту. Сейчас посмотрю на табло. Вот и Ларнака. А вон моя мама идет. Я ее уже вижу. Ой, наконец-то. Встретились наконец-то спустя погода. Ночью только явилась. Путешественница. Идем к свекрови. Несем ей гостинчик. Несем ей мед в подарок. Она очень любит мед. Из всех гостинцев она почитает только мед. Украинский, да? Украинский. Попили чай, обменялись подарками. Пришли полюбоваться на сад свекрови. Как раз цветы расцвели к моему приезду. Да. Цветы расцвели. И там были очень покучие цветы, красивые, беленькие, вьющиеся. Пахнут. Какая-то приятность. Я не могу понять. Пьем, меризи, Тора. Тора, меризи. Пойдем посмотрим. Там еще есть, говорит, цветочки. Я думала, уже от свели, а мама говорит, они пахнут. Да, прям слышно. А на перчике мама подумала, что это цветок. Красненький. Да, я сначала подумала, цветок такой высыпленный. Ну, думаю, нет, это какой-то должен быть овощ. Потом снаружи посмотрим. Да. Вот эти цветочки пахучие. Ага, ой, как они пахнут. Это разновидность жасмина похожа, да? Да нет, у жасмина мелкие листики. А, а похож на листья. Ну, цветочек отдаленно похож, у жасмин меньше. Так, говорит, срывайте и нюхайте. Давай сейчас мама будет нюхать. Ну как? Да, он. Он? Вот такой ароматный. Интересно, он несъедобный? Красавица. Да, прическу так. Сладкий сок. Вот он уже полезный электрический стол. Заплетет нам электричество. Будет гирлянда. А вон плод какой-то глянда. А, а че на авто огураки? Спорос. На каме спороса по авто? Да, да. Представляешь, это его плод и семена. Да, смотри какой мегал. Большой плод с семенами. Ага. Мегалу, я уже, по-глически русски, я уже путаю. Вот это растение, то, что мы в паузере кладем. Я посмотрела название по-русски. Да, это растение. Это вот в глагоне, да. Сейчас она тебе даст понюхать. Сейчас понюхаешь. Вот и в гликозу тоже кладут. Вот это то, что ты кушала сейчас, без бергамота. Вот надо посмотреть, как лимонник кладет. Они во все десерты кладут. Ты видишь, тут во все. Во многие десерты кладут. Вон гирань. Ну да, гирань тут тоже. А здесь тоже гирань, кстати. Они подстригли. Она огромная, она растет. Вот выше, чем стеночка вот эта. Какая-то еще пряность пахнет. Это, по-моему, то, что Ланя разбила. Мама, а в той на декоте с Ланей? Нет, в той на декоте с Ланей. А, Ланя приходит, собирает. Это она здесь оставила? Это была у них вьетнамка, работала девушка. А она плоды дает или на листике ест? Она их срывает и делает какую-то вьетнамскую еду. Как-то тушит их там, что-то делает с ними. Говорит, полезная. Ну да, она просто нейтральная. А это говорит лечебное что-то. Это говорит тоже Ланя. Ланя посадила. Ланя посадила. Это лекарство. Да, лекарство. И запах травяной, как у нас. Она говорит, она помогает очень хорошо. Ну нет, не горько. Лечит. Не горько. А, пускай они Ланя в разе. В разе. Говорит, она его варит тоже. Ну как? Ну видно, или тушит, или варит. Они все знают. В медицине. Да, да, вьетнамцы эти молодцы. Они выращивают все знают. Катерина, у нас есть триантафильги с порой. А, а, с порой. И это розы, да. Эта розы она выращивает, знаешь, на жена. Это очень красивая. Триантафилла, которую мы делаем в доме. Она говорит, как это их. Как это их? Маламеста им, наверное. Как это говорит? Ковки это микрокомматы? А, с порой. А, с порой. Говорит, это из семян. Из семян вырастила. О, она вырастила. Тоте я вала комматы ксиловым по-динам. А, вот. Это говорит, что от белой. Она поставила. Триантафильги. А, здесь еще больше. А, здесь еще больше. Эна спору не вкале мутозь, Катерина. Говорит, что из одного семени она вырастила несколько. А, это гвоздичка, говорит. А, вот какие листья, похожие на хрен. Где хрен? Нет, хрена нет. Это лахано, скажи. Мама, в то, что это лахано? Почему лахано? Это как, типа, капуста, не капуста. Какая-то разновидность. Какая-то разновидность. Это пиперка, это. А, пиперка. Пиперка. А, здесь это мои места. Пиперка. А, говорит она, это она собрала отсюда, чтобы сделать фаршированное то, что она тебе дала. А, это петрушка. Петрушка на семена. Это сельдерей выращивает. Ага. Маленький еще. По чуть-чуть? Всего по чуть-чуть. Ну, правильно, да. Нет, я тебе перевожу просто. Да, я поняла. Укроп. Укроп. Укроп мало. Тебе надо тоже взять. Укроп. Укроп мало. Тебе надо взять. Нет, я не зато родомеху. Любой базилик. И базилик тоже такой выращивает в горшочках. О, Крима. Это Крима. Видите, открылись цветочки, я показывала недавно. У меня теперь целый букет будет. И это будет подарок моей маме. Такой цветочек. Вот она теперь букик собрала из пахучих цветочков. Ой, какая красота. Найдем дома, куда поставить. Да, маленький горшочек. А, вот это, то, что пахло, оно уже сосохло, жарко. Как розочка. Да, как розочка, и оно пахло, но это не розочка. Это что-то... Ой, возьди, как пахнет. Вот эти я люблю, как... Суккуленчики, да, бегония. Она когда вырастает, такая большая. Ну, да, она большая, но листы красивые. Пока маленькая, очень красивая. Смотри, здесь тоже, видишь, суккулентики такие. А ты хочешь, что-то принято. Да, здесь принято красоты, и она все мне обещает. А у нас же ремонт, у нас же еще стройка идет. Ну, да, тогда уже закончится. Куда мы поставим? Жалко, я тоже хочу. А там тоже есть. Маме надо надо ей пока хоршком, каждый раз привозить ей хоршочек, подсаживать в цветочек. И вот так вот все ей высадить. Машечками. О, цвеол, да, смотри. Тоже из этой стороны такое. Говорит, что он очень мало цветет, быстро отцветает. Мало ли. Цветет? Ну, это уже цвеол. Ихай, мирись. Ихай, мирись. Он, мне кажется, немножко пахнет, но 4 дня я уже завял. Это черно-брысцы, да? Лемонь. А, мандаринки. Это апельсинчики, смотри, это мандаринки. И мятка тоже такая. Она, правда, меленькая, потому что солнышко. Тут мятка? Ну, отлично. Да. Хочешь попробовать зеленую апельсинку? Да, пробую. Она тебе предлагает, как сказать, неспелую. Ты же знаешь, я люблю апельсинку. Да. А, да, это же те, которые сладкие. То есть сейчас, если он зеленый, по идее, он будет кисленький, да. Класс. Давай попробуем. Харисто. У нас привозят только переспевшие. А, ну да. Ой, а там, гляди, что это за цветочки? Или что это такое вообще? Пашофрут. Ой, цветок какой. Пашофрут? Эхи ты Пашофрут. Я не знаю, это по-русски как он называется. Да вот знаешь, такой Пашофрут, не знаю, как по-русски. Это не то, что плетется? Это не то, что плетется вот там. Это не мамордика, помнишь, раньше тут мамордика цвела? Да. А это другое? Нет, это не мамордика. Это какой-то... Это фрукт, я знаю, я его ела. Да. Пойдем, пойдем, пойдем снаружи посмотрим. Какой красивый цветочек. А, должны, скоро должны немножечко подоспеть и будут съедобные. А, да, вот они, вот они, этот Пашофрут. Ух ты. И вкусная, да? А, это как-то похоже на... Там его разрезаешь, и там в нем тоже такие с косточками... Похоже на яблоко, на помидор. Нет, у него снаружи его не едет. Это филонои? Филонои, моно месо. Не, 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 моно месо. Месо катезюми. Месо катезюми. Не, не. А, я еще у нас на... Ксерис посу... Посуно реонине, Катерина? Не. А, это урожай. Да, падает. Урожай падает. Да. Да. Да, это уже, говорит, готово, можно пробовать. Их разрезают, там внутри жидкости 7 минут в ночи в неделю. Да. Посмотрим, как оно было. По-русски называться, это я не помню. Не знаю, так же или по-другому. А, вы выстрелы, Лиза, посмотрите, какие цветочки шикарные у этого фрукта. Это льоменон, как пьет. А, это льоменон, да, она говорит, льви. Говорит, можно брать. Ксерис припинаши по лапрам, а лантафилла... Много их тут. Да, много. Пьешь его льиком? Ой, вот еще спи. И вот еще спи. А, вот еще спи. И вот еще спи. Их это спорас? Спорас? Ой, спорас. А, она посадила его, и говорит, что через два года он такой стал. А я не помню, что бы у неё это было. Видимо, в прошлом году не плодоносил. Ой, какой цветочек тоже красивый. Как красиво, они прямо такие сказочные, такие необычные цветочки. Восточные. Такие, да, восточные. А сушеный тоже съедобный, красивый? Сушеный? Да, вот там валялся совсем сушеный. Гексеро фрута палекало? Что? А на гексеро фрута палекало? Палекало, не месо. А, да, да, да. Тут он не очень. Вот, смотрите, уже сколько гостинцев мама получила от свекрови. Красота. Цветочки, фруктики. Очень много его, несколько ведер тут можно собрать. Надо успеть собрать. И на диохе поля, эху малиху. И... Лимона много. А в то кидрину, не? Сейчас нальвем немножко лимончика в себе. Таких, которые уже чуть-чуть желтенькие. Они же еще подрастут в размер, да? Вот такие. Сейчас они еще растут. Да, подрастут. Но они такие станут. Они растут, да, просто некоторые уже желтеют. То, что желтеют, уже можно кушать. Ну, и зелеными можно кушать. Сейчас еще виноградико. А, это же мы? Так, виноградико. Ну, уже целый. Собрали небольшой урожайчик. Целая миска урожая у нас. Целая миска урожая. Мама в подолсе сложила. Как положено. Виноград не буду тебе в подол класть. Да, точно. Сразу пойдет в раковину мыться. Обменялись подарками. Идем домой. Ой, а я не знаю, что это за куст. Какие цветочки красивые. Он тоже может не знать. Но можно спросить. Если знает, скажет. Ладно. Вот такой кактус огромный. Там в горшке стоит людей во дворе. Поставили мы наш красивый букетик на подоконничек. На Кипре у нас подоконники с обратной стороны, с внешней. Таких подоконничков нет, как у нас в стране, как мы привыкли. И будет стоять этот букетик и радовать нас. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok